всем привет смотрите какая красота у нас такие дворики бывают мы идем в китайский район за покупками сегодня суббота я вчера узнал что у нас оказывается еще и три выходных до места да мы пришли с тачкой с кровчучкой я иду честно говоря за кое-какими специальными продуктами которые я хочу приготовить на русском рецепт а то рецепт не для вас а для рыбаков то есть будет самый крутой рыбальский рецепт который не надо продукты определенные для ловли карпа карася и всего такого я уверен что таких рецептов в русскоязычном интернете не существует это чисто его изобрели здесь очень такой он классный но это я потом разрекламирую когда буду его снимать и а сейчас китайский район просто некоторые продукция только в китайцы можно найти ну и дешевле бывает а бывает разнообразней заодно решили раз выходной день возьмем тачку пойдем может себе что купим да какую-то рыбку на селедку может купи может еще шо а вам пока вот так а то у меня такое есть я делаю селедку не сельди я делаю селедку из любой рыбы который мне нравится вот так что можете критиковать и готов не положить а поклал может кто поклал а я положил да или наоборот кто положила я поклал но одним словом так и селедка у меня они ложить но я не буду себя сильно участвовать или не обещала его перебивать не буду у нас сегодня уже не такой солнечный день это есть наш китайский район вот у нас тут всякие китайские дракончики стоят на входе он такой небольшой принципе где-то квартала 2 это касса дом чая типа да ну да сейчас то ли ремонт или все что то здесь культурный центр китай да кто хочет знать точно где этого здесь смотрите это адрес это улица и номера и по квартал такой вот ассоциации он это его месяц и этих самых в общем да дом культуры они часто проводят тут какие-то то ли выставки то ли там еще что-нибудь всякие культурные свои мероприятия бывает драконов тягает точно света нашла персик уже растут ну вот точно уже есть персики фон они уже скоро созреет при будем сюда приходить персики кушать а это липа да липа будет свести скоро и акация бы скоро свести и вот липа здоровенная будет помнить потом какой запада а дури они цветут да так что сейчас будет начался дождик принципе обещали в регионный процент дождика здесь есть куча супермеркаду вот они как раз разрушается открывается и мы сюда сейчас конечно самих супермеркадах вряд ли мы с ними не дадут не можно что пошли такой вот супермаркет сейчас свет там что-то уже нашла наверно кое-что что-то нашла мёд 202 песо нику это суши 180 морская капуста 145 а это семена льна 50 как она фасоль 135 и орехи 160 вроде 160 вот какой на симпатичный рыбный отдел вот это кстати мордель платье сальмон бланка называется ловится лиса лиса это у нас считается это как вот кефаль да это кабажа кабажа это чего я селедку делает это скумбрия ну они все во льду потому как у морды торчат линвадо только которые ездил ловить тут вообще маленькие такие не знаю как из я считаю что маленького поймал 5 раз меньше а все большие 2 лежат рядом так мы взяли мы взяли бисуга вот такое бисуга мы взяли еще в испании по моим их называет там дорада что-то такого стиля да у нас называется она бисуга вот мы таких сейчас нам почистят и пойдем дальше и сомик томик морской вот тут всякие кишки языки все такое уши свинячи смотрите кость когти без по бренду госпитать и очень нет вазу ждем пока нам почистят вот такой отдел вот мне нравятся всегда вот такие ракушки я не знаю как вам их объяснить сами решайте хорошо это похоже вот оно смотрите прикольная штука даже не знаю как это называется тут все здесь ракушки такие вот на что-то похоже вот есть такие камни один раз дуру набрал их в эту машину кинула потом ехали как говорили все машины него полгода вот этих ракушек так же не берите в машину просто так у китайцы не возить это надо потом есть заткнется там средний капец наша рыбка света говорим уже паренью нам ну да я какую и показал так я еще и для себя еще эти самые приправе для пиццы огурчики огурчики а цены на огурчики 400 за баночку в основном вот такие есть аргентинские огурчики можете надеяться они ерундовые огурчики надо какие-нибудь брать немецкие огурчики такие по 500 аргентинские это чистый уксус они умеют огурцы делать вот это аргентинские типа а грядусь это просто в уксус накидает вы их в рот не возьмете 1 1 пойдем дальше ну в общем всякой всяче ли у китайцев всех куда полно сюда полно ты чего там для шоколадки вот таких очень классные они со стерия без сахара и это для николаса такие он уже тел сел который мы показывали закупки выйдет скоро увидит это новый уже я хочу все-все себе порно посмотреть ресовер мишель хорошо давай ресовер мишель фигня какая-то как вот он кормит сухо знаешь это мясо и сохи вот холодильнику света нашла хочешь я показал есть замороженные гранатовые зерна смотрите вот зерна граната замороженные именно зерна то есть не целый граната берут его зерна и замораживает вот так ну в общем тут всяких штучек хватает не будем долгих и холодильник открытым дирам ну прикольно ладно кафе 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 и всякое такое вытянутые кофе все тут ну типа знаете воздух выкачанных этот самый разный так продолжаем снимать под дождем я открыл зонтик вот он потому что я говорю дождливая но надо показать все-таки как же китайский район этому показываем кому тем которые уже ну как бы может мы и показывали раньше но дело в том что примеру я его снимал там несколько лет назад а все давно поменялось соответственно можно показать немножко как вы смотрите как она сейчас это вот вход со стороны курами которые были может они интересно шум дождя ведь не всегда солнечко бывает такое что у нас и дождик идет ну весна есть весна меняется все так вот новый вокзал для пригородных электричек скажем так вот он сверху уже мне там видео есть я на нем выходил это вот арка китайская вход китайский район сейчас мы вам покажем немножко вообще весь этот китайский райончик с той стороны эту арочку пока люди приходят начинают вот этим насытереть этим китайским всяким дракончиком они кстати вот в этого дракона по моему еще упасть и лежит такой какой-то шар кто-то там любители его покачать могут по заглядывать потом у него упасть и лежит такой еще шар мне руки заняты я его качать не хочу сейчас этот шаг у меня зонтик руки держит в общем это электрички теперь такие у боянос-айросси снимая на телефон а вот видели только что ребята тут этого дракончика шар качали то есть в этих и не знаю может какая примета они того вот эти шары покачает на счет такое о люди тоже девушка ходит снимает упал но народа который китайский район приходит отдыхать вот именно суббота воскресенье они больше всего как бы вот гуляет почему потому что куча всякого китайского фастфуда ресторанчики работает видите он там и цель нарисованы что они тут делает но больше всего конечно там в ресторанах супер супермаркеты китайские есть продукция который просто нигде не найти потому что новые продукции китайцы сами выращивают выращивает сами воник не смотрите фастфуд китайский и допустим там укроп там еще что-нибудь и такое кинзу какую-нибудь да в обычных супермаркетах вы просто не найдете а здесь китайцы в пригороде сами выращивают вот этого зелень огурчики какую-нибудь он мы сегодня купили редьку большую такую вот эту редьку то есть и они потом привозят по утре они в эти магазины продают так что чем они отличаются от еще многих других нас и тем что они пашут китайцы очень трудолюбивые очень у них не существует как говорят таких выходных как у нас там о день там этот раба ходор из таких моментов работника взяли по закрывались китайцы пашут в это время китайцы выращивают свою продукцию много привозят в эти супермеркады то что я рассказывал под да то что рыбу ловят грибы собирают по аргентине привозят потому многих магазинах есть куча грибов которых вы не найдете ни в каких других магазинах кроме китайских которые сушены и порезаны так как дождь идет светом он меня там ожидает стоит с тачкой а я пошел вам этот край кайской района показать я имею ввиду вот таких грибов щас покажу вот смотрите это все не привезенные таскать от каких-то фабр ну производители там специальность это все производится с местными китайцами сушиться режется вот грибы всевозможные которые они там пересушили перерезали поздавали смотрите и продают видите это все в аргентине есть всякие это не производят фабрики заводы это производят сами китайцы продают молодцы в этом вопросе так что и этот китайский район это такое наши бельгарана интересная штука поем